Будто снова повторяется первая волна коронавируса. Сахар, крупы, макароны, гречка и многие другие товары из отдела Бакалея расходятся лучше горячих пирожков. Однако, как заверяют эксперты, тревога по поводу грядущего дефицита безосновательна. Люди сами создают ажиотажный спрос. Я помню прекрасно 2006 год, когда у нас цена на соль искусственно взлетела в пять раз, а потом она также уменьшилась. Поэтому призываю всех граждан не создавать ажиотажа, ну можно сказать, на пустом месте. Потому же по той же соли мы экспортеры. Мы экспортируем соль в другие страны. У нас залежи соли в стране. В крупных торговых сетях и даже в маленьких магазинах у дома подтверждают, что спрос на некоторые группы продуктов действительно вырос. Этот вопрос даже подняли на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что, как и в первую волну пандемии, граждане стараются закупить побольше сахара и круп. Магазинам даже пришлось ввести ограничения на продажу определенных групп продуктов в одни руки. Но делается это не из-за дефицита, а в первую очередь для борьбы со спекулянтами, для которых сейчас паника людей означает будущую выручку. К нам приходят под видом обычного покупателя и оптовики, которые закупаются в больших объемах разово, а также могут посетить магазин не один, а то и обещали, два раза. Соответственно, мы можем делать вывод, это делается для того, чтобы продавать данную продукцию, купленную у нас в магазинах в более мелких населенных пунктах, под видом частной деятельности. Пенсионерка Ольга Вертянкина – нечастый посетитель продуктового. Закупается, как правило, один раз и на всю неделю. Говорит, что из-за искусственного ажиотажа подойти к покупкам рационально становится сложнее и советует не поддаваться панике на пустом месте. Не паниковать, брать сколько нужно. На неделю, я думаю, хватит вполне, а потом можно обновить и есть свежие. Покупать в меру, не создавая излишнюю суету и ажиотаж. Из-за выросшего спроса муниципалитетам на территории Самарской области пришлось ввести ежедневный мониторинг цен на все виды продуктов, чтобы не допустить спекуляции как со стороны жителей, так и поставщиков. Этот вопрос находится на контроле у главы региона. В свою очередь, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов отметил, что сейчас все предприятия потребительского рынка работают в штатном режиме. В торговых сетях и на оптовых базах все в наличии. Но особенно важно улавливать любые изменения, которые, возможно, будут происходить. Главное – не поддаваться панике. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.